На этаже 10445 есть окно на улицу, которое находится как раз в твоей ячейке. Ты видишь, как над бескрайними бетонными полями плывут фиолетовые облака, синий мох шевелится под желтым небом. Видишь под своим окном люк, вспоминаешь, что там вроде бы находится блок 957, туда же можно доехать на лифте, но так как ты не зассал, ты просто обязан выйти на улицу. Очевидно, что желтым воздухом с нанопылью дышать нельзя, синий мох и растущая вокруг твоего окна серая плесень тоже могут быть опасны. Купил себе за концентрат у странного деда старый скафандр с надписью СССР. Нашел нужный блок, нужный люк, открыл. Сверху заброшенный блок. Может быть ты ошибся и выход на улицу в другом люке, открыл соседний люк в полу, там тоже чужой блок. Залез в него. Зазвучала сирена самосбора, поэтому ты забежал в ближайшую жил ячейку. В окно этой ячейки видишь окно своей собственной, причем довольно близко. На тебя из твоей ячейки смотришь ты. Самосбор закончился, ты открыл гермодверь, а за ней улица. Серая плесень за несколько циклов секунд покрыла твой скафандр. Синий мох затянул тебя внутрь. Ты чувствуешь голоса, мысли, видишь то, что думают другие. Знаешь все. Запахи смерти. Слышишь, дверь в твою жил ячейку открывает группа зачистки. Ликвидатор говорит. Видимо тут все мертвы, никто не отзывается. Выбиваем дверь. Тяжелый сапог ликвидатора ударил по незапертой гермодвери, отчего она легко распахнулась. Струя огня сожгла все, что было в твоей ячейке. Ликвидатор закинул огнемет за спину и подошел к окну. Фиолетовые облака плывут по желтому небу. Синий мох дрожит внизу. Ржавый люк прямо под окном. Ликвидатор помнит, что из окна казармы в блоке ГП-112, где он служил 6 циклов годов назад, было то же самое. Из многих окон видно этот люк. Но никто и никогда не выходил через него, потому что выхода нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok